Занимался. Очень хорошо проявил лето. Мне кажется, это одно из самых крутых летов, или отдыхов, которые я сделал. Я отдохнул с семьей, со всеми своими детками, с супругой, с кумовьями. Мы собрались у Василия Анатольевича Ломаченко в Белгороднестровске, отдыхали там. Потом я приехал домой и еще поехал с семьей. В Южпорторию, в аквапарк и еще там отдыхал. Очень классно. Естественно, потом я начал тренироваться. Вот ты недавно вернулся из Нанкина. Как впечатления о поездке, где ты был потом послом на юношеских Олеговских игрок? Очень крутое впечатление, потому что Нанкин одна из семи столиц. И в частности Китай очень круто сделали все. Они построили новый город, новые объекты. И порадовала, естественно, сборная Украины, ребята наши юные своим выступлением, хорошим выступлением, эмоциями новыми какими-то. Я всегда хотел поехать на Олимпийские игры и не выступать там, ничего не делать. Понятно, что я там не выступал. Да, и я порадовался, действительно. Я посетил очень много мероприятий спортивных. Мне понравилось. Давно стернируешься? Всю жизнь. Ну, это в мировом масштабе, в принципе, цикл, который подготовки к этому бою. Когда начал? Полтора месяца. Полтора месяца, точно. И спарринг там уже приступал, не приступал? Да, сегодня были вторые спарринги. С кем спаррингуешь сейчас? Ребята приходят, как фамилии, я не знаю фамилии. Некоторые из них это боксеры-профессионалы, и кто тогда выступает еще в любителях. Он стал известным этого соперника, Дэнни Брюер. Что о нем скажешь, как раз? Успел посмотреть его? Да, я смотрел его бои, потому что нам приходилось слышать об этой фамилии чуть раньше, потому что уже мы хотели с ним побоксировать. Ван Деркактю Кличкоец, который был бы твоим соперником. Да, да, хотели с ним побоксировать, но как-то что-то не сложилось. Вот сейчас будем боксировать. Что сказать? У парня хороший послужной список, в профессионалах, давно боксирует. До 4-го числа все скажу. Понятно, но у него все равно досрочное поражение. Это удалось сделать Александру Алексееву, который перед тем, долго очень бил его, перед тем, как он упал, очень много ударов выдержал. Как думаешь, у тебя получится досрочно закончить? Ну вот мы 4-го числа, вы увидите, заранее я ничего никогда не говорю. Будет 12-й раунд в бой, правильно понимаю? Нет, будет 10-й раунд в бой. До этого 8-ми раундовый у тебя намечался один, но, конечно, он не прошел все 8 раундов. Нет опасений, что тебя может не хватить, если он за собой намежится? Или ты готов уверен, что ты готов все 10 раундов чуть-чуть обоксировать? Ну, если выходить, я могу еще 10 побоксировать после этого. Вопрос снимается. И еще несколько вопросов. Там зарубежные любители бокса присылали вопросы. Какой из 4-х боев, из тех, кто все провел, по-твоему, самый лучший бой, самое лучшее выступление? Я скажу так, что каждое мое выступление я считаю достойным. И то, что я делаю, я вкладываю в это огромный труд. И, естественно, я вкладываю туда любовь к этому виду спорта, которым я занимаюсь. То есть, его величество в боксе. Конкретно сказать, не знаю, мне все бои конкретно понравились. Нет такого боя, как те, по-твоему, когда анализировали после этого? Ну, вот крайний поединок. То, что говорил Башир, то, что говорил Серега. То есть, практически в четвертом или пятом раунде я это выполнил. Я загрузил голову и ударил по корпусу. Крайний бой, наверное, я выполнил больше всего указаний. То, что надо было. Понятно. С этим вопросом. Какими качествами на данный момент, ну, при том, что у тебя там техника, да, все, типа, полный с ней порядок сейчас с английским времен, наверняка есть качества, которые тебе надо развивать походу в карьере. Прежде всего, это какие качества? Которые, ну, тебе приходится работать больше всего сейчас. Наверное, над жестким ударом и количеством ударов. То есть, много. Ну, да. Ну, то есть, поддавливание, то есть, больше над работу ног. То есть, обрезать углы сопернику, не давать, не давать, короче, ему разогнаться, да. И очень много передней руки. Ну, естественно, откуда ж без задней. Ну, и руки, конечно. Поэтому мы делаем все. Мы делаем все. Спасибо.